Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Первый о главном». Естественно, у нас в студии сегодня губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Сергей Анатольевич, добрый день! Добрый день! Ну, со дня нашей последней встречи в эфире прошло достаточно много времени и произошло много ярких событий. Но, наверное, начнем все-таки с главного, с прямой линии Владимира Путина, где, собственно говоря, куда дозвонилась наша землячка Томичка Наталья Журова и заявила о том, что в Томской области есть затруднения с получением многодетными семьями земли. Насколько я понимаю, вы встречались уже и в чем все-таки основная причина вот этого недоразумения или недоработки? Ну, вы, наверное, помните о том, что я сразу, когда президенту сказал, я этот вопрос просто уже достаточно хорошо изучил, мне его многие задают, да? И поэтому я примерно, так и оказалось, что я был прав, когда сказал Владимир Владимирович, что, скорее всего, здесь недостаточно хорошо сработали наши структуры просто по объяснению, а не по нарушению закона. Так и оказалось, там никакого нарушения закона нет. Наталью Николаевну я пригласил, еще не закончилась прямая линия, она была уже у нас, мы досматривали вместе по телевизору прямую линию вместе с мужем. Замечательная семья, мы хорошо очень поговорили с ними. Если коротко, для всех, чтобы было понятно, в чем неточность и почему я считаю, что просто неправильно, недостаточно донесли информацию. Вот они действительно в 2011, когда у них родился третий ребенок, в 2011 году, в январе, они встали на учет, там где-то были 700 с чем-то там, да? Прошло вот это время, за это время, это очередь. Вообще у нас в городе и в области 11 тысяч многодетных семей, чтобы было понятно. Из них, они имеют право подавать заявление на получение участка, 1535 подали заявление на получение, согласно вот этого закона, про который Владимир Владимирович говорил, на получение участка. Это все правильно. И они подали в 2011 году, встали там 730 какие-то, и прошло вот столько лет, и вдруг оказывается, что очередь сдвинулась немного. На самом-то деле. Да, есть такой закон, и они стоят в этой очереди. Но в 2015 году вышел еще один закон, который трактует так, что семьи многодетные, у которых четверо детей и дети инвалиды, имеют право первоочердного получения участка, приоритет. Таких у нас оказалось 419. И журовые были уже 168, и они бы получили, вот реально буквально там за два года получили участок. Но добавились еще 419 приоритетных, которые, естественно, никто в очередь не упускать не собирается, и они стали снова 0,05. То есть закон никто не нарушил, но просто им нужно было человеческим языком это объяснить. Почему я Владимир Владимирович сказал, что, скорее всего, вот такая ситуация. И она точно такая. То есть закон никто не нарушил, и они это поняли. Как решать вопрос? Я еще раз говорю, что я благодарен им. Я повторю то, что я им сказал. Впереди них сегодня 500 с лишним человек. От того, что кто-то дозвонился до президента или до губернатора, а кто-то нет, и дать им в первую очередь, как я буду в глаза смотреть теми 560 человек с многодетными и с детьми инвалидами, которых через голову я дам сейчас участок. Поэтому решение оно одно. Дело в том, что мы уже с этого года разрабатывали новый механизм ускорения получения этих участков, который позволит не через 7, 8, 10 лет, как сегодня, а буквально через 2-3 года решить проблему получения участков. И поэтому я Журовой написал такое письмо, кроме того, что мы лично с ней так говорили. Я объяснил ситуацию. Я сказал, что они получат тогда, когда получат первоочередники, которые стоят перед ними. Но это будет не через 10 лет, как по темпам, которые были, а это будет буквально в ближайшие 2 года. Они остались довольными этим ответом. Точно такой же ответ я написал Владимиру Владимировичу Путину. Буквально через 2 дня. Но порядок такой. Я пишу письменный ответ. Но кроме того, в ближайшие встречи, когда у меня будет с ним один на один, то я ему еще доложу устно. Это вот как раз та самая зеленая папка? В принципе, сейчас это и зеленая. Но там и до зеленой папки всегда был такой негласный порядок. Поэтому мы на осенние сессии внесем это уже на Думу. Дополнительные средства надо выделять. Потому что участок, это же не просто, понятно, с одной стороны, у нас огромная территория. Но, во-первых, никому же не надо в Каргасовском районе Томича. Это понятно. Никому не надо там участок, где нет дорог. Это тоже понятно. И на самом-то деле, когда начинаешь разбираться, а вокруг Томска уже все земли раскуплены, они частные, а я не имею права уже участника забрать эту землю. Поэтому достаточно сложный вопрос подобрать хорошую часть. То есть, а деньги нужны в инфраструктуру? Конечно, деньги нужны в инфраструктуру. Поэтому я не сомневаюсь, что и как семье Журовой Натальи Николаевны я обещал, мы решим этот вопрос, так и другим, те, кто стоят перед ней, после нее в очередь. Но вообще, еще раз напоминаю, 11 тысяч у нас, это замечательно, что у нас много многодетных семей. Ну да, безусловно. Сергей Анатольевич, еще один актуальный вопрос, это лес. Я думаю, что многие тамичи видели сюжет в программе «Бесогон» Никиты Михалкова, да и, в общем, по интернету гуляют ролики определенные о том, что чуть ли не родиной торгуют в Томской области, имеется в виду именно лес, и аренда леса на много лет, плюс еще китайская тема, естественно, там звучит. Так вот, объясните, пожалуйста, ситуацию, или там Михалков в чем-то не разобрался, либо действительно здесь происходит нечто катастрофичное? Кого-то «Бес» попутал. Я написал Никите Сергеевичу письмо. Честно говоря, я несколько был удивлен. Вы же, по-моему, знакомы даже с Паршим. Я удивлен этой ситуацией, потому что, ну, я считал, что мы хорошо знакомы с Никитом Сергеевичем. Он у нас был в Томске. И, на мой взгляд, для того, чтобы получить правдивую, реальную ситуацию, ему было достаточно снять трубку и позвонить мне. Я бы с удовольствием или по телефону, или еще раз встретился, и ему все рассказал. Ну, наверное, значит, задача не совсем была просто получить информацию. Я написал ему письмо. Написал письмо, в котором спросил, а знает ли он о том, что вот сегодня в Томской области всего 0,2% заготавливается круглого леса, единственное в регионе, в Российской Федерации. И мы не вывозим кругляк. Да, только 0,2% мы кругляка. Поэтому это раз. Во-вторых, когда он считает там миллиарды рублей, я его в письме спросил, знает ли он, что цена на аукционе первоначальная по закону, который работает с 1 января этого года, мы не имеем права ставить выше, чем федеральные ставки. И самое интересное, мы написали свой протест по поводу этого закона, и я уже встречался с новым министром природных ресурсов, который тоже с вами согласен. И как только мы подняли эту тему, эта тема тут же нам возвращается бумерангом. Да не мы эту цену ставим с 1 января. И я бы, Никита Сергеевич, обязательно бы это сказалось, если бы мне позвонил. Действует закон, против которого мы сегодня боремся. И на наш взгляд, из-за этого мы и получили сегодня. Это два. В-третьих, на самом-то деле, что такое ставка? Вот я пытаюсь томичам простые, потому что это важно. Это тема сегодня мусирующая. Конечно. Я всегда пытаюсь простым языком. Что такое ставка? Из чего складывается доход, который государство, в том числе Томская область, получает от лесников? Да, первое, это мы сдаем в аренду, не продаем, сдаем в аренду вот то, что Никита Сергеевич там миллиарды пишет. Но это не наша цена, это федеральная цена. К сожалению, он про это не знал. Просто, наверное, я надеюсь, его неправильно информировали. Но это же не главное. Я же вам сказал, мы кругляка 0,2% вывозим. Нам главное, чтобы как можно больше производителей производили продукцию и основные деньги. Вот мы с то, что сегодня сдаем в аренду, мы в год получаем больше 10 миллиардов выпускается продукции. И там, где круглый лес, как, скажем, там в Красноярске, в Хабаровске сегодня в основном продают круглый лес, там, конечно, там получают только с аренды. Мы Томская область, мы другая. Мы переработки получаем основные. А здесь тогда вопрос. Есть два варианта. Знаете, есть старая английская такая притча, что есть два варианта стрички овцу. Один вариант по чуть-чуть, но десятилетиями. А второй вариант снять шкуру. Вместе со шкурой. Вместе со шкурой. Много, но ты убьешь. Но ведь эта цена аренды, она налагается на цену продукции. Пиломатериал, окна, двери, половая рейка. Это все потом входит туда. Поэтому должен быть баланс. Но я спросил, Никита Сергеевич, знает ли он, что у нас цены в Томске до 10 раз выше аренды, чем в целом по России. За счет чего? Да. За счет того, за счет хорошего, правильного использования лесцаревой базы. И, конечно, бардака в лесе еще много, к сожалению. Он перешел частично с той страны, которой нет, из-за безвластия 90-е годы. Мы с этим боремся. Но мы сегодня считаемся лидерами. Поэтому, честно говоря, даже министр и правоохранительный орган, они просто в недоумении. Потому что нас везде ставят пример. И вдруг, если мы самые худшие, тогда спрашивается, а что же в других делается? А с учетом того, что если вы внимательно кадры посмотрите, и там за горами леса, в прямом смысле горы. То есть это не Томская область. А вы, Томичи же, знаете, что у нас гор нету. Это не у нас снято вообще. И тот, кто знает, а уж жители Томской области про это знают. У меня тогда вопрос. Почему? У меня еще простой, я его спросил, а знаете ли? Это все я в письме его спросил. А знаете ли, Никита Сергеевич, о том, что... Вот опять же простым. Есть такое научное понятие лесосырьевая база. По-простому для жителей Томска говорю, это сколько можно в год рубить, не нарушая баланс природы. Так вот, у нас в Томской области мы можем в год рубить 38 миллионов кубических метров леса. Это называется по-научному лесосырьевая база. А если по-простому, сколько можно, не нарушая. Потому что каждые 60-70 лет подрастает новый лес. Так вот, из 38 миллионов, к сожалению, мы через акционы только 8 миллионов годовых разместили. А из 8, 5 всего рубят. Мы можем рубить 38, не нарушая баланс природы, а рубим 5. Это очень плохо. Поэтому надо не говорить о том, что мы продали все. А сегодня, понятно, люди же не понимают. Ну, как, такой человек сказал, да? На самом-то деле, мы недостаточно сегодня. У нас 600 производителей работают. Мы поставляем в 19 стран мира сегодня эту продукцию, а не круглый лес. Еще раз повторяю, что независимо от Бесагона, от выступления Жириновского, людям надо рассказывать, томичи-то должны знать и гордиться, что у нас насчет предприятий китайских. Самое большое количество леса мы поставляем в Узбекистан. А не в Китай. А не в Китай. И очень плохо, что сегодня, как я уже говорил, у нас мало предприятий. Надо, чтобы они пришли. Я томичам говорю, приходите. Еще раз повторяю, мы можем рубить 38 миллионов, а рубим 5. К чему это приводит, я с точки зрения науки. Помните, когда в 2012 году были страшные пожары? Да. Я стал такой губернатором. Я тогда собирал научную общественность. Мне было просто интересно, как вообще их тушить и что делать? Так вот, если вы спросите науку, кстати, я попросил университет тоже выступить. Если не вырубается лес в течение 60-70 определенного возраста, то за счет увеличения нижней подстилки, которая сегодня растет, он будет гореть. Он будет гореть. И в Советском Союзе это всегда учитывали. И во всем мире это учитывали. Но это должно быть не варварски. Это должно быть все научно обоснованно. Поэтому лес рубить необходимо для того, чтобы он жил. Потому что там, где пройдет пожар, леса не будет долго очень. А там, где вырубка, через 60 лет он появится новый. Мы гордимся лесом. Мы, во-первых, возвращаем звание Томской области столицы кедра. Это было в Советском Союзе. Мы уже почти вернули, потому что 62,5% кедрачей у нас в Томской области. Мы возвращаем. Мы сегодня вернулись в том, что лесная отрасль это культурная область производства. За счет того, что 0,22% всего вывозится круглого леса. Это ничто. Но, к сожалению, из-за того, что у нас мало дорог. Из-за того, что у нас на Белый Яр железная дорога там уже нет лесосырьевой базы. Из-за того, именно из-за этого я сегодня занимаемся на Орловку в Новосибирске. Дорогу для того, чтобы вскрыть. Там огромный лесомассив леса, который будет гореть просто так. И не принадлежит пользу лесу. Никакой пользы не приносит. Поэтому вот и все. А я уж молчу про налоги. Как бы жили сегодня наши населенные пункты, которые только на лесе? Как бы они жили? Нормально сегодня живут. Хорошо сегодня живут. Потому что заработал механизм. Поэтому тот, кто там не живет, может еще сомневаться. А тот, кто там живет, вы их спросите. Но это Асина Первомайка прежде всего. Прежде всего Асина Первомайка. Но и другие районы. Вот я как уже сказал, что если мы на Орловку дорогу, мы откроем новый район. Потому что там как раз из 38 почти половины лесосырьевой базы. Еще раз повторяю, по-русски говоря, это то, что можно рубить хоть сегодня. Поэтому и обращаюсь ко всем еще раз. Кто хочет заниматься лесом, приходите. У нас просто море, в прямом смысле, зеленое море тайги, которое ждет, но только хорошего, врачительного хозяина. Еще один острый вопрос, который, безусловно, заволновал всю страну. И, в общем, наверное, коснулся почти каждого гражданина нашей страны. Это пенсионная реформа. Ну или, как называют еще, пенсионный маневр. Ваше отношение к данному вопросу, к реформе, да и вообще к ситуации. Да, говорите, еще один острый. По-моему, вы мне сегодня только острый задаете вопрос. Вот давайте опять просто порассуждаем. Простым человеческим языком. Вот я начну не как губернатор. Я, вы знаете, много лет работал руководителем. Сейчас я губернатор не политический, я тоже руководитель. Вот с чего начинается январь месяц? Мне приносят вот такую большую папку отдел кадров. И там лежат документы с заявлениями на продление еще на год людям, которых уже пенсионный возраст, но они не хотят уходить на пенсию. Потому что, знаете, если человек остается, с ним только на год по закону больше там нельзя, на три, на пять. И поэтому вот я как руководитель и раньше работал когда, и сейчас, в январе, ну, иногда несколько дней я подписываю эту папку. Статистика сегодня говорит о том, что 50% пенсионеров работает из существующих. На самом-то деле 99% просится сразу же остаться. Просто кого-то, ну, по разным причинам не подписывают. Мы понимаем, да. Кто-то там находит еще что-то. На самом-то деле никто не хочет. Вот парадокс нашей страны. И в то же время мы сегодня говорим... Уровень пенсии тоже надо учитывать. О, я к чему подвожу. Давайте разберемся, вот все вместе с томичами. Что такое, вот, как вы говорите, маневр там еще, неважно, пенсия. Что в ней главное? Главное, это уровень, сколько мне будут пенсионные платить. Конечно. И ведь люди-то остаются не потому, что они... Две вещи, почему они остаются на самом-то деле. Первое, да потому что на ту пенсию, которая есть, существовать невозможно. И с этим согласны, по-моему, сейчас все-то мечи, и вся страна, и правительство. Друга спорить с этим, конечно. И правительство, да. И есть еще вторая часть, почему люди не хотят. Потому что человек, он в социуме привык жить. И многие люди... Ну, давайте так. Женщине хочется где-то показать, как она девается. Да, мужчине там что-то еще какие-то. Да, есть еще вещи. Но, как говорится, сегодня не об этом. То есть, первое, мы с вами вот так, просто простой логике, поняли, что вообще, что главное? Главное в пенсии, это наличие пенсии, ее уровень. Да? Согласен. Согласен. И поэтому сегодня, благодаря то ли политическим всяким течениям, то ли еще что-то, вы сегодня откройте средства массовой информации, и мы почему-то обсуждаем не размер пенсии, а мы обсуждаем, а в каком возрасте надо уходить, а какая у нас продолжительность жизни, партии все там, свое мнение. Слушайте, да мне это не главное. Мне, например, как гражданину, не как губернатору, мне главное, чтобы у меня была достойная пенсия. А что такое достоинство пенсии? Вообще, в постановлении, забыли себе, там же было, довести пенсию до 40% от заработной платы. Это как во всем мире. Слушайте, я согласен. Тогда все будут уходить на пенсию, я уверен в этом. Но логично. Но не все. Еще раз говорю, социум там есть. Но логично? Логично. Значит, что главное в пенсионной реформе? Пенсия. Уровень пенсии. А не возраст. Но как можно поднять деньги, уровень? То, что правительство сегодня обещает. И, кстати, обещает, что если примется реформа, там с 1 января по тысячу. Слушайте, ну это же замечательно, да? Если сегодня в среднем 13 тысяч пенсии, то она может взводиться. Что же, не мало. Но и это не главное. Как можно увеличить пенсию? Простой вопрос. Два пути. Первый ответ. Лучше всем работать. Чтобы экономика заработала, производительность увеличилась. Это понятно. Это не только для России. Ну, конечно. И есть второе. Кто такой пенсионер? Это человек, на который работают работающие. То есть, второй вариант. То есть, первый вариант. Это делать. Есть специальные мероприятия. Я не хочу на этом остановиться. Чтобы лучше работала экономика. Это понятно. Но есть еще второй вариант. Чтобы было больше работающих на одного пенсионера. А здесь опять есть только два пути. Один путь этот демографический. Чтобы рожать больше стали. Потому что вообще, вы вдумайтесь, мы сегодня за второго ребенка даем материнский капитал. Слушайте, да у нас в стране по семь, по восемь, по девять человек рожали. Жили, счастливы были. И никто ничего не платил. Рожать-то надо больше. Опять же, я не касаюсь там, почему на меня сейчас могут... Не важно. Но это путь демографический. И второй путь, естественно, чтобы люди позже уходили на пенсию. Но других вариантов нет. Но при этом, я не согласен, что сегодня женщину приравняли с мужчиной. Я в этом не согласен. Я не согласен, какими быстрыми темпами все это делается. Я не знаю, зачем надо на восемь лет сразу. Но давайте сделаем на два-три. За пятнадцать лет. Я не согласен, что я не услышал сегодня, а что будет с северными пенсиями. Вот с этим у меня, например, лично есть... У меня есть там разное, где я записываю. У меня там достаточно много. И я это готовлю в правительство. Потому что все еще одну раз забыли вещь, что сегодня рассматривается в первом чтении. Сложно объяснить, но надо объяснять, что сначала это принцип просто, что нужна реформа. А там будет второе чтение и третье чтение. Вот это там надо менять сущность. Потому что я не согласен с той формулировкой, которая вносится. Я это написал уже правительству. Я написал и буду писать еще. Я знаю, что депутаты наши, они правильное решение приняли, что двигаться надо. Ну, представляете, последний раз мы сегодня в пенсионной реформе живем под законом 1956 года. 60 лет назад принят закон. И вообще, вот женщина в 50 лет, 55 лет пенсионер. Слушайте, ну, если взять, представьте, шоу-бизнес, они еще и рожают в это время. Ну, я просто, я не знаю, как женщины, может, они хотят и в 30 уйти, ради бога. Это здорово, но это просто обидно. Или мужчина в 60 лет. Слушайте, ну, это не совсем правильно. Я не чувствую, например, мне уже есть 60, я не чувствую себя таким уж прям пенсионером. Нельзя без реформы пенсионной двигаться дальше. Раз. Почему нельзя? Очень просто, потому что нельзя жить на такую пенсию. Это два. И возраст, это механизм, это не цель реформы. Цель реформы увеличить пенсию. А вот здесь, уважаемые партии политические, общественные движения, будьте добры, сделайте так, чтобы изменения были. Это в силах уже. Поэтому отрицать, отрицать может тот, кто не увидит будущее. Я понимаю механизм, что это делается для людей. А не вопреки людям или там еще что-то. Мы уже опоздали. Из всех бывших советских государств осталось две. Узбекистан и Российская Федерация. Последние еще были белорусы, они с 1 января уже перешли. На новую систему увеличения возраста. Ну что ж мы, хуже, чем Узбекистан что ли? Двигаться надо. А не играть в политические игрушки. На мой взгляд, надо, понимаете, а может быть это кто-то специально делает, чтобы, знаете, в мутной воде вот это все проскочить. Надо с ясной головой осознанно послушать специалистов, которые говорят. Потому что я считаю, что с точки зрения федеральных, ну очень много информации, просто завалили информацию, а правду не найдешь. Ведь не все же люди понимают то, что вот я пытаюсь простыми словами объяснить. Поэтому, если коротко, реформа нужна, раз. Ну цель реформы это повышение пенсии. Это два. Сергей Анатольевич, ну и еще один момент, который касается непосредственно вашей деятельности. На областной думе вы отчитывались перед депутатами о проделанной работе. Скажите, а вот в чем краеугольный камень, какие приоритеты, даже не в отчете, а именно в деятельности вашей команды? Ну, знаете, мы уже, по-моему, тоже много на эту тему говорили. Просто я надеюсь, что и жители Томской области видят, большинство из них, да, те изменения, которые мы стараемся делать. То есть лицом к человеку все-таки надо больше поворачиваться. Вот как-то раньше, знаете, говорили, вот мы там в 25-м году должны добывать столько-то миллионов тонн нефти. Мы столько-то, вот по лесу мы сейчас говорим, да, вот лесосека 38 миллионов надо рубить. Слушайте, а простому человеку-то все равно, сколько будет заводов, сколько будет нефти. Ему главное, чтобы были хорошие цены в магазинах, дешевые, да, товары, чтобы качественные продукты, чтобы были хорошие дороги, чтобы была чистая вода, чтобы была доступность в детские сады, чтобы были хорошие школы, чтобы были хорошие университеты. Ну, что еще надо для счастливой жизни? Вот это и надо делать. И мы сегодня, вот этот курс мы немножко переделали. То есть мы занимаемся также нефтью. Видите, как мы занимаемся сегодня и лесом, вместе с Никитой Сергеевичем, с Владимиром Вольфовичем. Сообща мы разбираемся и идем вперед. Но я горжусь тем, что мы первые в России. Я докладывал про это президенту, я знаю о том, что сегодня наша программа будет тиражировать по России, где-то уже тиражирует. Например, программа «Дороги». То есть я к чему? Я не буду говорить, что у нас там политика социально направленная. Я просто конкретная вещь. Когда мы ее придумали, ну я считаю, что мы просто попали в десятку. Вот мы выделяем третий год по полмиллиарда и будем выделять, во всяком случае, пока и губернаторам. Так же. Потому что, знаете, как приятно. Я приезжаю в районные центры, а они меняются на глаза. Мало того, ведь мы же сломали философию тех, кто работал на этом. То есть деньги не осваивать, а надо строить дороги. Мы же изменили отношение к инертным материалам. Мы открыли новые карьеры, которые теперь не из Томска возят песок, а, скажем, в Каргаске, свой, парабель. А раньше же было все, вы же помните, что бы творилось три года назад. Мы сегодня полностью отреставрировали и провели улучшение всех действующих асфальтобетонных заводов. Мы сегодня ввели новый чипсил, который остался когда-то, помните? То есть новое надо, но у нас все-таки АЩМА, у нас другая технология. Она чуть подороже, но вы видите, по улицам она держит уже 6-7 лет. И за счет этого мы экономим деньги. Мы сегодня в селах вместе с дорогами начали строить тротуары. За что мне особо благодарны жители села, потому что, ну, я помню мне в одном районе 3 года назад, когда только начали, когда я сказал, почему вот вы дорогу построили, а где люди должны ходить? Он так гордо мне говорит, а мы всегда так в Сибири строили. Он просто не знал, что я среднюю школу даже в районном центре заканчивал. Я по этим тротуарам 40 лет назад ходил, да, и я просто опешил от такой наглости, что мы так всегда в Сибири жили, типа в Лаптях и в Ватнике. Никогда мы так не жили в России. Вот, то есть, это программа. Мы изменили сегодня программу «Чистая вода». Вы посмотрите, какие отзывы. Да, у нас тут кнопки полетели. Есть, есть. Они оказались, мы вандальные, а надо вандально-вандальные. Вот мы такие кнопки нашли. Сейчас меняем полностью, да. Но программа-то работает. И я жду, что через 3-5 лет будет отдача. Какая отдача? Здоровье. Я же говорил вам, что мы начали эту программу из-за того, что очень много из-за воды всяких болезней в целом по области. Мы сегодня, опять же, маленькие шажочки к увеличению жизни и продолжительности так же делаем. Мы сегодня, посмотрите, какие прекрасные программы. Там «Земский фельдшер», «Земский врач», «ФАПы», «Фельдшерские пункты». Мы сегодня, вы знаете, вы сейчас в Каргаске, в Чаинском районе, там был, в Парабельском районе, вот специально «ФАПы» проехал. Ну, замечательные у нас молодцы люди, которые в здравоохранении работают. Сегодня в самом дальнем селе стоят специальные аппараты, которые сегодня ты издаешь в селе анализы, а они их сегодня сразу же в областную клиническую больницу. Ты делаешь там кардиограмму, то есть кардиограмму сразу же сюда. И если что-то, отключение, включается вторая программа телемедицины, и уже идет консультация врачей. И знаете, когда в селе, в котором там 300-400 человек проживает, они подходят и просто, знаете, ну, благодарят за то, что все... А это вот, это же прошло на наших с вами глазах, это вот такие изменения за эти годы. Вот что такое, понимаете, делать надо... Они не такие дорогие вещи, на самом деле. А мы привыкли там какие-то стройки огромные, миллиардные там делать, еще что-то. Вот надо просто посмотреть на мир глазами людей, что им-то надо, а не то, что власти нужно, а что людям надо. Поэтому мы эту программу проразработали, мы ее внедрили, и мы ее будем продолжать. У нас еще несколько таких направлений для человека. А все остальное, экономика, лес, нефть, мы обязаны это делать. И не надо этим хвастаться, что у нас там вот... Ну да, Сергей Анатольевич, ну еще вот во всем остальном и очень важном, особенно для Томска, это все-таки научно-образовательный комплекс. В отчете, на самом деле, вы упоминали о высокой роли именно науки для развития Томска, Томской области. Горжусь Томской областью, и очень приятно на всех совещаниях крупных, федеральных, особенно что касается науки, без Томска нигде уже не обходится. Кроме научно-образовательного комплекса, у нас еще представлена вся линейка большой дифференциации экономики. У нас же нефть, газ, атомная энергетика, лес, строительство, рудные-нерудные, то есть это два. В-третьих, третий, как бы, вот такой постулат наш, да, это то, что, помните, мне очень понравилось выражение такое было, что такое Томская область, это остров интеллекта в океане ресурсов. То есть это наша богатейшая тайга. Вот смотрите, мы сегодня в 32 страны мира поставляем переработку дикоросов. Мы сегодня практически 10%, это мне уже говорил, министр сельского хозяйства сказал, мы занимаем рынка России по переработке дикоросов. Да, 10% всего рынка дикоросов. Понимаете, а если что-то произошло, ведь мы, что мы сделали для всех дикоросов, над нами смеялись. Вот надо мной соседние губернаторы смеялись, они сегодня, правда, за опытом приезжают к нам. В чем отличие Томска? Туда пришли ученые, и вы посмотрите, появились продукты из кедрового ореха, кедровое молоко, кедровые, там, д-д-д, 12 наименований только из кедрового ореха различных, да, переработка джемов. Представляете, почти 800 тысяч тонн в месяц мы сегодня, Томская область производит вареньев и джемов. 800 тысяч, причем это не в одном чане, это в баночках. Я вот обратился, я уже как-то говорил, обратился сейчас в Аэрофлот, предложил заменить вот эти все импортные там, что дается, предложил Томской продукции. Я говорю, давайте мы себе... У нас. Или вообще в Аэрофлот. Вообще в России. Вообще в России. Я встретился с Аэвелем, руководителем Аэрофлота, и предложил ему вот такой. Поэтому вот что такое наука. То есть наука это не только космические корабли, которые бороздят там мировое пространство. Наука, она более приземленная. Грибы, ягоды, шишки, это тоже наука, потому что без них не было бы вот того прорыва, который мы сегодня сделаем. Но мы еще и космические корабли делаем. Вот недавно мы взяли на себя, мы будем пилотным регионом по опробированию в гражданке беспилотных летательных аппаратов. То есть как пример тоже почему. Потому что у нас это наука. Сергей Анатольевич, вот еще один момент. Вы много действительно последнее время ездили по районам Томской области. Но кроме прочего, вы встречались очень много с иностранными послами. А за счет чего такое интересное у иностранцев в Томской области? И чего они от нас хотят? Чего им здесь интересно? Вы сейчас этим вопросом как бы подвели такую логическую линию под тем, что мы говорили. Потому что у нас вот так вот с лесом, потому что у нас вот так вот с социальными, с дорогами, с дикоросами, со всеми. Поэтому приезжают. Причем, знаете, достаточно, скажем так, экзотические страны. Ну ладно, посол Китая недавно был. Кстати, послу Китая, это опять же Томичан насчет леса, насколько мы следим. Я подписал целую петицию. И я знаю, что уже в политбюро ЦК Компартии Китая ее рассматривали на нарушение, которые, на наш взгляд, допустили одна из китайских компаний на территории Томска. Я знаю, что, ну, надеюсь, их не расстреляют, но достаточно жесткие меры будут. Ну, это понятно, Китай. Но когда к нам приезжает посол Ирана или посол Индонезии, вот я в этом году уже недавно с ним встречался. Это, конечно, с одной стороны приятно, что нас так далеко слышат. Но с другой стороны, опять же, скажем, индонезийский или иранский, да, все очень просто. У нас единственный на территории Томска вуз политех, который выпускает настоящих физиков, ядерщиков, инженеров. Поэтому по условиям контракта страна, которая, это мировая практика, страна, которая строит атомные какие-то, мирные атомные какие-то сооружения, она обязана создать условия кадрами. Поэтому это все понятно, да, почему Индонезия, значит, у них там большая революция по медицине, так же, как в Индии, да. И поэтому у нас, у одних из немногих, огромное спасибо коллективу СИПГМО, у одних из немногих учат врачей на английском языке. И вот у меня буквально недавно был ректор Ольга Сергеевна, она сказала, все, мы не можем больше принять, потому что у нас не хватает, знаете чего? У нас преподаватель есть, у нас не хватает общежитий. То есть, вот, и мы сейчас, то есть, одно вытянули, да, то есть, у нас целая плеяда преподавателей, которые вот на английском, теперь у нас другое подтянулось. Вот еду в ближайшее время, буду с министром разговаривать о том, что нужны деньги для строительства общежитий. Это проблема у всех, кстати, вузов у наших, и в ТГУ, и, ну, все, можно не перечислять, потому что у нас уже такие программы развернулись, что просто нам негде селить. А уже из 78 стран мира, вот на 1 января было из 70 стран, еще 8 стран, значит, чем-то мы интересны для мира. Чем-то мы интересны, да, вот что, поэтому к нам едут послы. И мы были одни из первых, которые вот у посла Евросоюза, там было 26 послов всех стран, Франции, Германии, Австрии, Италии, Испании, перед которыми я рассказывал о потенциале вот нашей Томской области. Сергей Анатольевич, ну, у нас, понятно, сентябрь, выборный месяц, и не только в Томске, Томский район, Колпашево, в общем, выборы по Томской области. Ну, конечно, прежде всего, внимание, все привлечено к выборам мэра города Томска. Ну, ваши прогнозы, собственно говоря, в том числе и по явке, потому что хотелось бы, чтобы... У нас выборы, основные выборы, это в трех районах, в Томске, в Томском районе и в Колпашевском районе. Ну, кандидаты уже известны, они уже работают, и это разных партий, то есть сегодня выдвинули партии, все парламентские партии, это тоже понятно. Но выборы, это называется выборы, то есть 9 сентября люди придут и проголосуют. Но за кого проголосуют, естественно, я не сомневаюсь, зная людей Томска, что сделают правильный выбор за тех людей, которые не голословят, за тех людей, за которыми практические решения каких-то вопросов, за тех людей, которые известны ни за варягов, ни за наших, уже где-то выдвинутые люди, которые уже работают и нехорошо себя зарекомендовали, где-то новые, и тоже, в общем-то, достаточно опытные люди. Поэтому я уже говорил свои отношения, я поддерживаю выдвижение тех людей, которые есть, но, естественно, конечно, еще раз повторяю, решать будут наши избиратели 9 сентября. Вот что касается явки, сегодня по закону, сколько придет, столько и придет. С этим можно спорить, с этим можно, ну, закон есть закон. Поэтому вот призываю это Мечелище, чтобы они поняли, всех жителей Томской области, что сегодня не бывает, кто приходит, и потом не надо говорить о том, что, а, там вот такие-сякие, мы не пришли, чтобы чего-то... Этот лозунг уже не пройдет, никому ничего не доказывает. Приди и проголосуй. Против, но приди и проголосуй. Кто уж возражает-то. Ну, приди и проголосуй, тогда будет явка. Сергей Анатольевич, завершая нашу сегодняшнюю беседу, нельзя не сказать о неком таком, ну, я не знаю, национальном сумасшествии. Я имею в виду футбол, конечно. Потому что это действительно то, что нам подарили... Но вы имеете в виду не Томский, а мировой футбол? Мировой, конечно. Конечно, мировой. То, что нам подарили наши российские парни, это, ну, это правда, это сказочное состояние. Смотрели, болели. Знаете, мне повезло, я два или три раза был в командировке за этот месяц в Москве, когда шел чемпионат. Что творилось на улице, знаете, вот люди старшего поколения меня, может быть, поймут, хотя это было до нас, еще до моего рождения. В 57-м году был фестиваль в Москве молодежи и студентов. Вот по документальной хронике, и плюс у меня бабушка и дедушка там тоже как волонтеры работали. И то, что они рассказывали, там какие-то фотографии, ну, понятно, это такое событие, что они до самой смерти вспоминали про него. Вот у меня, то, что я увидел сейчас в Москве, вот для меня примерно это вот по тем рассказам то же самое. Вы не представляете, я специально, когда прилетел, это был за день до открытия чемпионата, я вышел из машины и пошел пешком, потому что окунуться, и я так каждый день ходил, вы представляете, там ребята в сомбреро, девчата в понче, какие-то, все веселые, все скачут и потом разговаривают, и русские тут же, и это такое братство, это такая, знаете, вот я заряжался от них, вот это просто было. А вот что творилось вечером, на следующий день я пошел, когда было открытие, я просто тоже по улицам, на улицах уже никого не было, в основном фан-зона, кстати, у нас замечательная фан-зона в Томске, и спасибо, кто там это сделал хорошо, и кто приходил. Вот для меня это, во-первых, это праздник, во-вторых, я не сомневаюсь, что эти сотнями тысяч людей, они расскажут правду, они же расскажут правду о улицах, о городах, и здорово, что столько городов, не только Москва, но можно один город причесать, но можно два города, но нельзя всю страну причесать ради чемпионата мира по футболу. Люди же не только там пиво пьют и фанаты, они же люди, они умные, они же это все увидели. А уж какая радость для русских, замечательная. А что касается нашей сборной, ну, я бы вообще, вот, после одной восьмой сделал бы праздник на утро всех бы, и мальчиков, и девочек освободил эту работу, чтобы прочувствовать, вот это чувство единения и чувство гордости, потому что, вы знаете, надежда умирает последней, я тоже не очень верил, но всегда хотелось, ну, вот сейчас вот они, и они пошли, и они пошли, и пошли, и пошли. Что же там такое Черчесов сказал, да? Да, вот, вот, видите, можем же, можем же, да, и просто это замечательно, я считаю, что это гордость для всей страны, я хочу спасибо сказать и Черчесовой команде, и всем, всем это мячам за то, что вот мы болели, и мы получили, вот есть что-то, оказывается, мы все ищем какую-то национальную идею, и вот она, национальная идея, если футболисты будут лучше в футбол играть, если врачи будут лучше всех в мире лечить, если учителя будут лучше всех учить, губернаторы будут лучшие в мире, то у нас и страна будет лучшая в мире, наверное, вот эта вот идея показывает о том, насколько все-таки мы очень хорошие люди. Спасибо, Сергей Анатольевич, а вам, уважаемые телезрители, я напомню, что в студии у нас был губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин. Спасибо вам за внимание и увидимся еще.